Продолжение следует... Согласно тому принципу, что наши дела определяют нас самих, значит Бог есть зло. Студент притих, услышав такой ответ, профессор был очень доволен собой. Он похвалился студентом, он еще раз доказал, что вера в Бога – это миф. Другой студент поднял руку и сказал, могу задать я вам вопрос, профессор? Конечно, ответил профессор. Студент поднялся и спросил, профессор, а холод существует? Ну что за вопрос? Конечно, существует. Тебе что, никогда не было холодно? Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек ответил, на самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человек или предмет можно изучить на предмет того, имеет ли он или передает энергию. Абсолютный ноль минус 460 градусов по Фаренгейту. Есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и не способной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла. Студент продолжил, профессор, а темнота существует? Профессор ответил, ну, конечно, существует. Студент ответил, вы опять не правы, сэр. Темноты тоже не существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько темным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света предоставлено, не так ли? Темнота – это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит в отсутствии света. В конце концов, человек спросил профессора, сэр, а зло существует? На этот раз неуверенный профессор ответил, ну, как я уже сказал, мы видим его каждый день, жестокость между людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются ничем иным, как проявлением зла. На это студент ответил, зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него самого. Зло – это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод. Слово, созданное человеком, чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло – это не вера или любовь, которая существует, как свет и тепло. Зло – это результат отсутствия в сердце человека божественной любви. Вроде холода, который наступает, когда нет тепла. Вроде темноты, которая наступает, когда нет света. Большинство людей не пробует делать ничего нового из-за страха ошибиться. Но этого не надо бояться. Зачастую человек, потерпевший поражение, узнает о том, как побеждать больше, чем тот, кому успех приходит сразу. Был случай ужасный, запомни его. По городу шел гражданин Дурного. Он всех презирал, никого не любил. Старуху он встретил и тростью побил. Ребенка увидел, толкнул, обругал. Котенка заметил, легнул, напугал. За бабочкой бегал, грозя кулаком. Потом воробья обозвал дураком. Он шествовал, долго ругаясь и злясь. Но вдруг подскользнулся и шлепнулся в грязь. Он хочет подняться и слышит – постой! Позволь мне, товарищ, обняться с тобой. Из ила ты вышел когда-то. Вернись же в объятия брата. 465 лет назад родился один из самых знаменитых борцов с мракобесием. Неизвестные повесили в Риме призывы голосовать за Джордана Бруно в качестве министра. Несуществующая должность министра философии и сохранения памяти во время парламентских выборов в Италии в 2013 году. Джордана Бруно, просвещенный итальянский монах, был поэтом-романтиком с задирой. Родители надеялись, что он сделает карьеру в церкви и пристроили его в неаполитанский монастырь. Он и сделал. В отличие от Коперника и Галилея, Джордана Бруно не был ни астрономом, ни математиком. Он был самым настоящим фантастом в духе Жюль Верны и Азика Азимова и предугадывал открытия грядущих веков. Джордана Бруно слишком много знал для своего глупого XVI века. Еще в монастыре он усомнился в возможности непорочного зачатия и стал опровергать церковные догматы. Пришлось бежать в Рим и дальше на север Италии, ибо церковное начальство завело уголовное дело. Джордана Бруно был взрослый, умный, светский, а вокруг него были малые злобные дети в рясах и бес, жили и рассуждали на уровне дошколят. Джордана Бруно пошел куда дальше Коперника. Он понял, что звезды – это бесчисленные солнца, вокруг которых вращаются планеты, что гелиоцентризм вечно повторяется в бесконечной вселенной. Он догадался, что в Солнечной системе есть еще планеты, невидимые для астрономов. И главное, он был талантливым популяризатором этих идей. Он не желал молчать, он читал публичные лекции, он обращался не к ученым, а к широким образованным массам эпохи. Из Италии пришлось бежать. Французский король Гедрих III дал убежище на три года, потом его самого одолели Гизы. Протестантская Германия тоже терпела недолго. Не пришлось задержаться и в Англии. И Шекспир, и Бекон все одержались за Аристотеля и верили, что Солнце вращается вокруг Земли. Терпение Оксфорда хватило на два года, и сама королева Елизавета не сумела справиться с англиканской церковью. Джордана Бруно собирал толпы на свои лекции, да еще ставил народные антиклирикальные пьесы. А клубы дыма в воздухе дрожали, на город опускалась темнота, по углам шептались горожане, а ересь все росла из уст в уста. И тут как раз в 1591 году венецианский аристократ Джованни Мачениго заманил Джордана Бруно в Италию якобы для обучения его мемонике. Наверное, это была не только его идея, ибо через год он написал на своего учителя несколько доносов в Венецианскую инквизицию. Последовал арест, но столько ересей сразу испугали и обескуражили инквизиторов, тем паче, что Джордана Бруно затребовали к себе римские церковники. Шесть лет инквизиция пыталась его сломать, используя даже свинцовую кровлю для камеры. Не вышло ничего. На казнь решился папа Климент VIII, предавший дело Бруно в трибунал. Последнее слово осужденного заслуживает Аналов. «Вероятно, вы с большим страхом выносите мне приговор, чем я его выслушиваю». «Исжечь не значит опровергнуть». Больше говорить ему не дали. 17 февраля 1600 года сожгли на площади цветов с кляпом в арту. Памятник на месте костра поставили в 1889-м, но еще в 2000-м кардинал Анжела Садана назвал действия инквизиторов оправданными и о реабилитации Джордана Бруно не дождался до сих пор. Галилея-то реабилитировали и отрекся, и публичных лекций не читал. У нас в России 21 века пока вместо костра дают двушечку. Для начала, словом, осторожная религия. Закажут очистительную мессу, бродяги унесут, остатки дров, в еретики горючая прогресса, господь благослови еретиков. «Эй, вы там! Плаху палача и рюмку водки! Водку мне, остальное все ему! Живо!» Я вместе с фамильными драгоценностями унаследовал все подлые фамильные черты. Представляете удовольствие? Сделаешь гадость, все ворчат, и никто не хочет понять, что это тетя виновата. Мы все дошколятами прошли через сказки Киплинга. В хороших семьях с 50-х по 80-е обязательно пропускали свое потомство через Маугли, эту детскую Библию. И ведь самой книге в этом году исполняется 129 лет. Британская детвора читала ее с 1894 года. В 1935-м пришла и наша очередь. Книга «Джунгли» как хорошо отражала британские реалии жизни, что нам не надо было слушать Би-Би-Си. Повзрослев, мы поняли, что это была книга свободы и закона. Подрастая в тоталитарной, беззаконной стране, мы узнавали о законе и демократии, по которым живут киплинговские джунгли. Полчистая в сирийских горах решает свои дела на племенном совете на специальной скале совета. Можно сказать, на парламентской скале. Одинокий волк Акела выбран, а не назначен и правит силой и разумом. Все стоят в джунгли самоуправляемые, подчинились общему закону и заучивали со своими детьми владычное слово. Мы с тобой одной крови, ты и я. И пароль приветствия «Доброй охоты». Закон запрещал менять произвольно место охоты, чтобы дичь доставалась и другим. Запрещал убивать детей, скажем, волчат, до их совершеннолетия, убийства первого оленя. Запрещал убивать человека, если он слаб и безоружен. Это не по охотничьи. Закон отдавал верховную власть некому ООН, слону Хатте и его сыновьям, признанными арбитрами за их мудрость и силу. Закон предполагал установление водяного перемирия в случае стихийных бедствий. И как же все презирали блюдолиза от табаки шакала добровольного раба Шерхана, тигра-бандита, палача и садюга, не признающего законы перемирия. Если хотите, Киплинг в этой полосатой гадине предвидел и вывел Муссолини Ленина Сталина Гитлера весть выводок диктаторов первой половины 20 века. У Киплинга царит толерантность. Змеи учат птичий язык, а волчата, змеиные, достойные презрения бандерлоги, обезьяны, толпа обывателей, ах лос, который вечно болтает о своем величии и хвастается. Честные обитатели джунглей, народ не водятся с бандерлогами. Мы велики, мы свободны, мы чудесны, мы самый чудный народ во всех джунглях. Все мы так говорим, значит, это правда. Именно они становятся добычей тиранов и демагогов. На них действует гипнотизм удава Каа. Бандерлоги попадают к нему прямо в пасть. Джунгли Киплинга не идиллия. Недостаточно проворный олень будет съеден. Недостаточно умелый охотник убрет от голода. Постаревший одинокий волк погибает в поединке. Стая тогда выбирает нового сильного молодого вожака. Сэляви. Закон конкуренции, закон смены поколений, банкротство, необходимость трудиться и охотиться, чтобы выжить. А где-то за кадром незримо присутствуют правящие Индии англичане, у которых ищут спасение от пыток и костра приемные родители Маугли. Англичане не позволяют жечь людей, не дают им убивать друг друга без свидетелей. Интересно, что увозили Искандера в его кроликах и удавах. 1982 год. Джунгли совсем другие, наши, тоталитарные. И удавы, уроды, питон, великие, диктаторы, кролики, предатели, трусы. И нет закона, только подлость и жестокость. Что ж, дети Индии, прочитавшие Маугли, организовали свой парламент. Английские распустили империю и преобразовали ее в британское Содружество наций. Мама, а от кого дракон удирает по всему небу? Тссс, он не удирает мальчика, а маневрирует. А почему он поджал хвост? Тссс, хвост поджат по заранее обдуманному плану, мальчик. Сейчас, когда часть европейцев, отбиваясь от непривычно и пугающего избыточного ислама, вспоминает о своих христианских корнях, самое время воскресить в памяти достойные, гуманные, просвещенные антиклирикальные истоки Европы. 126-летие романа «Овод» пламенный, нонконформистки «Отель» Лилиан Войнич дает нам для этого прекрасный повод. Сейчас мы знаем, что «Овод» — это конец трилогии, включающей в себя еще романы «Сними обувь свою» и «Прерванная дружба», где мы узнаем все до конца о том, чем занимался Артур Бертон до возвращения в Италию. Мы этим романом зачитывались, засматривались фильмом, где Олег Стриженов сыграл главную роль. «Овод» восстанавливал честь и доброе имя идейных атеистов Европы, которые, в отличие от большевиков, никого не сожгли и на кол священников не сажали, и в ГУЛАГ не отправляли, устраивая из храмов овощехранилища, как у нас. Оказывается, среди них могли быть и мученики, и святые. Святые не церкви, но разума. Именно таким был Артур, сын кардинала Монтанелли, последователь Мадзини, издатель газеты «Молодая Италия», объединивший вокруг себя всю итальянскую интеллигенцию. Мадзини хотел создать независимую Италию, не знающую другого господина, кроме Бога. Церковь была на стороне поработителей из Австро-Венгрии, и юный Артур, тайну исповеди которого предал охранке священник, и чьим отцом был согрешивший с его матерью англичанкой итальянский падре, порвал с церковью религии и отцом. Он казался сухим и упрямым, словно в древней загадке земли. В письменах его скрученных шрамов разобраться друзья не могли, браковых откровений, возжаждов не смогли разобраться в судьбе человека, который однажды разобрался в других и в себе. Все служило для овода жалом, от тревоги до буйства в крови, от газетной строки до кинжала, от усмешки до тайной любви. Тот, кто читал «Прерванную дружбу», знает, что после чудовищных страданий в Латинской Америке Артур примкнул к французской экспедиции, прославился, вылечился, стал престижным, высокооплачиваемым журналистом. Мог бы наплевать и забыть, но он предпочел умереть за свободу Италии, чтобы остаться самим собой, ибо жил этим лозунгом польских повстанцев за вашу и нашу свободу. В помощи отца, уже кардинала, он предпочел расстрел, ибо его неприятие церкви было принципиальным, овод был памфлетистом, партизаном-бунтовщиком. Он туда уходил от наветов, где над ружьями пухли дымки, где из туч вырывались рассветы, как из ножен кривые клинки. Скольким диссидентам этот роман помог достойно сесть в тюрьму, достойно ее выдержать, а то и достойно умереть. И сжимаю в ноте я подушку, прикоснувшись штыками к заре, снова овода взяли на мушку на пустым тюремном дворе. Сквозь минувшее снова и снова рвусь назад, не таясь от судьбы. Первый зал подгремел, до второго лишь минута надежд и борьбы. Но опять задыхаясь устало, усмехаясь в лицо небесам, поднимается сын кардинала и расстрелом командует сам. Роман был написан в 1897 году. Мадзини, Овод, Гарибальди сделали Италию свободной, Австро-Венгерская империя развалилась, а государства Европы стали светскими. И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым. Когда душили его жену, он стоял рядом и все время повторял, «Ну, потерпи, может быть, обойдется». Трагически для нас день 22 июня совпадает с юбилеем Эриха Мария Ремарка. Со дней его рождения исполняется 125 лет. И для немцев, и для россиян, прошедших через две мировые войны, рухнувшие бездны, одинаково кошмарные коммунизмы и фашизма, для двух народов, до сих пор не излечивших раны, исковеркавшие и память, и судьбу, в романах Ремарка заключен великий горестный урок. Эрих Мария Ремарк, в отличие от многих немцев, например, Бертольда Брехта и Леона Фейхтвангера, не обольщался насчет коммунизма, о чем мимоходом говорит его любимый герой Эрнст Гребер в программном романе «Время жить и время умирать». И тем не менее для Ремарка нет справедливых войн. И в 14-м, и в 39-м Германия полезла воевать зря. На Западном фронте без перемен, и три товарища, это Первая мировая. И никаких тебе «Наша жизнь не игра в штыковую ура», героя Ремарка из трех товарищей, никакие не реваншисты. Да, отняли Эльзас и Лотарингию, Рур, наложили жесткую контрибуцию, но они не идут к нацистам, не поют, мы стережем наш Рейн родной. Наоборот, нацисты одного товарища убивают в Западном фронте обвинение брошено своему собственному правительству. А на Восточном фронте еще страшнее. Время жить у Эрнста Гребера мало, один отпуск, а время умирать от руки спасенных им же русских партизан, они-то без сантиментов, настанет слишком скоро. Германия в огне летающей крепости уже уничтожили половину родного Вердена. Но если у интеллигентного юноши Гребера, его возлюбленный Элизабет, отец, который погиб в концлагере, и не хватает духу сопротивляться, они твердо знают правду, Германия преступна, ее беды, наказания, гестапо, враг почища русских, фашизм должен пасть. Они помогают спастись еврею, за это по головке не гладили. Пожалуй, нам в этот день тоже есть чем гордиться. Российские, украинские, белорусские, писатели под гнетом цензуры с перспективы ареста и погибели не после денацификации, как ремарка до. Немножко оттаив, вот теперь сказали горькую правду о нашей войне без тыла, потому что сталинизм – это не тыл, а фронт, второй фронт. И как же далеки были эти писатели-фронтовики от сегодняшних штатских вояк идеологического и парадного фронта. Кондратьев, Быков, Первомайский, Бондарев, Пиляр, Копелев, Шаламов, Великий Гроссман, Тендеряков сказали правду о фашизме и о сталинизме. Читайте Донна Анну Тендерякова, Стужу и Западню Быкова, Последний бой майора Пугачева-Шаламова. Читайте Гроссмана, и вы поймете, что такое значит воевать с немецкими фашистами, имея сзади в охру НКВД Сталина и СМЕРШ. Кто напишет так, как написал о вводе войск в Чехословакию Галич снова-снова громом среди ясности, комом в горле, пулей в стволе, граждане, отечеством в опасности наши танки на чужой земле. Кричат прохвосты, петухи, что виноватых нет, но за вранье и за грехи тебе держать ответ, а если нет, так черт с тобой, на нет и спроса нет, тогда пейся допьяно, похлебкаю вранья, и пусть опять моя война, моя война, моя война, и смерть опять моя. Юрий Олеша, когда мы еще дружили, рассказал мне такую поучительную притчу. Жук влюбился в гусеницу, и та ответила на его любовь, но она умерла и лежала неподвижная в коконе. Жук рыдал над телом своей возлюбленной, вдруг кокон раскрылся, и из него появилась бабочка, и Жук решил убить бабочку, потому что она мешала его скорби. Он погнался за ней, но вдруг увидел, что глаза бабочки ему знакомы. Это были глаза гусеницы, он едва не убил ее, так как в конце концов все, кроме глаз, было новым. И после этого бабочка и Жук жили счастливо. Юрий Карлович Олеша, писатель и драматург, блестящий стиль которого напоминает Набоковский. Олеша надолго прекратил писать билетристику после публикации его повести «Зависть», отреагировав на общественно-политическую ситуацию, которая не способствовала творческой работе. Он с уважением относился к Шостаковичу, но после появления статьи «Сумбур вместо музыки» публично критиковал его работу, заявив, что под этими статьями подписался бы и Лев Толстой, и что музыка Шостаковича оскорбила его Олешу. Позже критик Аркадий Беликов прокомментировал. Его речь была одним из самых ранних и самых блестящих примеров предательства. 2 октября 153 года назад родился человек, который сумел связать два мира – прагматичный, целеустремленный, свободный индивидуалистический Запад и Индостан, обитель высшей мудрости, гармонии и самоконтроля. Этот великий, скромный человек имел поклонников и подражателей на всех континентов и даже в стране его врагов. Он дал Западу непобедимое и бескровное оружие, с помощью которого многие малые страны восстановили свою государственность и меньшинства обрели гражданские права. Этого человека звали Махатма Ганди. Ганди проповедовал ненасильственное сопротивление. По всей Индии выпаривали морскую соль и ткали на ручных станках, чтобы не покупать английские товары. Ганди отучил англичан разгонять митинги. Безоружные люди шли, под дубинки падали с Леном, за ними шли другие, тысячами, без оружия. А когда армия расстреляла безоружный митинг, сами офицеры заставили уйти в отставку отдавшего приказ негодяя. Англичанам стало стыдно. В 1947 году был поднят флаг Индийского национального конгресса, а в начале, в 1948, англичане окончательно покинули Индию. Ганди не был фанатиком, не изоляционистом. Он говорил, что любит ветер всех культур у своего порога, если он не валит его с ног. Поэтому Индия сегодня парламентская, демократия со множеством специалистов по компьютерам, востребованных даже в Силиконовой долине. От квасного патриотизма этот борец с колониализмом был очень далек. Он сказал, национализм в моем представлении означает, что моя страна должна обрести свободу. Если нужно, вся моя страна должна умереть, чтобы человечество могло жить. Державники всех сортовых фасонов, на практике оказывающиеся обыкновенными держимордами, никогда не поймут Ганди. Ганди отучал религиозных фундаменталистов от насилия своими смертельными голодовками. Не отучил и сам погиб от руки фанатика. Но его великое оружие компания гражданского неповиновения. Сатья Граха принесло богатые плоды. Это его дар в Европе, в Америке. И Мартин Лютер Кинг завоевал для афроамериканцев гражданские права. Путь Барака Обама в Белый дом начинался с маршей гражданских активистов. Независимость Грузии завоевывали безоружные девушки, которые полегли в Тбилиси под лопатками спецназа. И когда безоружная пражская интеллигенция вышла в конце восьмидесятых на свою бархатную революцию, это тоже был гандизм. Эстонцы-литовцы, латыши, соединившие, взявшись за руки на Балтийском пути в Вильнюс, Ригу и Таллин, опирались на опыт Ганди. Оранжевая революция питалась его идеями. Этим же способом достижения свободы, без крови и зла всегда пользовались советские диссиденты. На Красной площади, на пушке у Казанского собора в Петербурге. Единственный способ избавиться от драконов это иметь своего собственного. Как вы знаете, Ленин в своем политическом завещании сказал, что Сталин имеет только один недостаток грубость, а все остальное в полном порядке. Как нам слишком хорошо известно теперь, партийное руководство не ощутило потребности снять Сталина с поста главы партии, потому что, по их мнению, какой же это недостаток грубость? Напротив, она даже похожа на доблесть. Мы знаем, чем все это закончилось. Нет, не ждите ничего хорошего от хама. Эрнест Хемингуэй о русской литературе. С тех пор, как я обнаружил библиотеку Сильвии Бич, я прочитал всего Тургинева, все вещи Гоголя, переведенные на английский язык Толстого в переводе Констанс, Гарнетт и английские издания Чехова. В Торонто еще до нашей поездки в Париж мне говорили, что Кэтрин Мэнсфилд пишет хорошие рассказы, даже очень хорошие рассказы, но читать ее после Чехова все равно, что слушать старательно придуманные истории еще молодой старой девы после рассказов о умного знающего врача, к тому же хорошего простого писателя. Мэнсфилд была как разбавленное пиво, ушло с тадо пить воду, но у Чехова от воды была только прозрачность. Какие-то его рассказы отдавали репортерством, но некоторые были изумительные. У Достоевского есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам. Слабость и безумие, порог, святость, одержимость азарта становятся реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижения войск, и театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого. Открыть весь этот новый мир книг, имея время для чтения в таком городе, как Париж, где можно было прекрасно жить и работать, как бы беден ты ни был, все равно найти бесценные сокровища. Днем снег, леса, ледники с их зимними загадками и твое пристанище в деревянной гостинице Таубе высоко в горах, а ночи чудесный мир, который дарили мне русские писатели. Сначала русские, потом все остальные, но долгое время только русские. Ты не любил девушку. Не любил, иначе бы волшебная сила безрастутства охватила бы тебя. Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком? Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из любви к ближнему. Из любви к родине солдаты побирают смерть ногами, и Та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и ныряют в самый ад из любви к истине. Землю перестраивают из любви к прекрасному. А ты, что ты сделал из любви к девушке? Я отказался от нее. 30-летний Антон Павлович Чехов в центре. С семьей и друзьями перед отъездом на Сахалин на крыльце Московского дома Корнеева. 1890 год. Дом на Садово-Кундринской, в котором Чехов прожил 4 года с 86 по 90. Он сам описывал так. В доме Корнеева в Кудрине против 4-й гимназии, похожей на комод, цвет дома либеральный, то есть красный. Место чистое, тихое, отовсюду близкое, не то, что и кеманка. Желание отправиться на Сахалин Чехов объяснил в письме Суворину 9 марта 1890 года. Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку. Не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий. Нет у меня планов ни гумбольдских, ни кинановских. Я хочу написать только 100-200 страниц, этим можно заплатить своей медицине, перед которой я, как известный свинья. Быть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата. Читая, глядя по сторонам, слушая, много узнаю, выучу. К тому же я полагаю, поездка это непрерывный полугодовой труд, физически и умственно для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо меня дрессировать. Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь. Подумайте и скажите, что я потеряю, если поеду. Время, деньги. Буду испытывать лишения, но время мое ничего не стоит, денег у меня все равно никогда не бывает. Что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать двадцать пять-тридцать дней не более, все остальное время просижу на палубе парохода или в комнате и буду непрерывно бомбардировать вас письмами. Пусть поездка не нас мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не получится двух-трех дней, о которых всю жизнь буду вспоминать с восторгом и с горечью. черт знает что, эй, вы, свита, поищите там чего-нибудь в аптечке. Я потерял сознание, остались одни чувства тонкие и едва определимые. То ли мне хочется музыки и цветов, то ли зарезать кого-нибудь. 25 ноября 1892 года Антон Павлович Чехов написал в сердцах «Писатели, которых мы называем вечными и которые пьянят нас, имеют один важный признак. Они куда-то идут и вас зовут туда же. Вы чувствуете это не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение. Лучшие из них пишут жизнь такой, какая она есть. Но от того, что каждая страница пропитана как соком сознанием цели, вы кроме жизни, какая есть, чувствуете еще жизнь, которая должна быть. И это пленяет вас, а мы мы. Мы пишем жизнь такой, как она есть, а дальше ни тру, ни ну. Дальше хоть плетями настигайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей. И в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, Бога нет, привидений не боимся. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется, ничего не боится, тот не может быть художником. Не знаю, что будет с нами через 10-20, когда, может быть, изменятся обстоятельства, но пока было бы опрометчиво ожидать от нас чего-то действительно нужного, независимого, от того, талантливы мы или нет. Антон Павлович в том же году приобрел имение в селе Мелихово, куда подался от суеты. И в этом же холярном году Чехов героически спасал местных крестьян от болезни. Он создал в Мелихово десятки произведений, в том числе «Чайку», в которой поставил неутешительный диагноз уже не только российской литературе, но всему российскому обществу. Мы отстали, по крайней мере, лет на 200, и у нас нет ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому. Мы только философствуем, жалуемся на тоску и пьем водку. Зорька алая, зорька алая, губы алая, а в глазах твоих, а в глазах твоих небосинь, ты, любовь моя, долгожданная, не покинь меня, не покинь меня, не покинь покинь, не покинь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok